Раз, два, три. Наверное, слышно. Мне кажется, бегунок бегает, по крайней мере. Все хорошо. Так, всем доброго дня. Здравствуйте. Напишите, пожалуйста, в чате, меня слышно, видно? Всем все хорошо слышно? Это важнее, чем видно. Презентацию видно? Если презентация видна, напишите единичку, а то я не пойму. Так, все, спасибо большое. Здорово. Здорово. Очень рада вас снова видеть и слышать. Видеть, правда, опосредованно, слышать тоже. Но, тем не менее, я читаю ваш чат, чувствую ваше присутствие. Спасибо большое. И попрошу вас активно в нем сегодня работать, чтобы я не разговаривала, в общем. Не было ощущения, что я разговариваю со своей камерой. Так, ни видео, не слышно, только черный экран. Так, сейчас, минутку, посмотрю, кому еще не видно, не слышно. Так, сейчас, секунду. Так, все, тогда... Все, с черными экранами разобрались. Замечательно. Так, друзья, мы сегодня с вами говорим о том, ну, вообще непонятно о чем на самом деле, о каких-то стратегиях обучения. Кому-нибудь знакома эта тема, в принципе? Я все боялась, что, ну, поставим эту тему, и никто не придет. Интересно, вы пришли, потому что вам она известна, или вы пришли, потому что она вам неизвестна? Напишите, пожалуйста, в чате. Видно, слышно. Это хорошо. Знакома. Так, кто у нас знаком? У меня чат убегает, предупреждаю коллеги, чтобы кого-то могу пропустить, потому что известно. Хорошо. Выбирала книгу, не задумывалась, что учеников... Ой, как мне все, не могу я читать. Сейчас минутку я передвину все-таки в другие места. Не хватает мне пространства. Так, тема известна, слышала. Хочется побольше узнать стратегий. Да, с этим не так все легко. Так, выбирала все-таки книгу, не могу читать, не задумывалась, что учеников нужно научить учиться. Да, представляете? Мы вообще хотим сделать курс по тому, как учить учиться. Кто-то знаком, кто-то не очень знаком, кто-то думает, что знаком, наверное, не очень, а кто-то, наоборот, подтвердит то, что он уже и так все знает. Давайте начнем. Я думаю, что уже все подошли, все, кто хотел. На всякий случай я еще раз представлюсь. Меня зовут Марина Павлуненко. Я являюсь тренером TESOL. Являюсь также автором программ повышения квалификации, которые мы раньше делали со Sky Teach. Ну и просто преподаватель, такой же, как вы, методист. Просто, может быть, чуть больше занимаюсь преподаванием. Так, хорошо. Да, мне тоже очень приятно. Напишите, пожалуйста, вкратце, где вы, откуда вы. Я вам вещаю из ближайшего Подмосковья. У нас ужасная погода. И здорово, что я дома веду вебинар. Стоп на Дону. Ереван. Здорово. Украина. Отовсюду. И напишите сразу тогда, кому преподаете. Ну, вот почему вам интересна эта тема, в принципе. Вы в школе преподаете. У вас группа большая или индивидуальные студенты. На большое. Если у вас много студентов, это, конечно, будет делать сложнее. Но, в принципе, если применять, ну, просто обучать техникам, то, наверное, вам это будет большим-большим подспорьем, так как у вас охват больше. Но если вы сразу весь класс обучаете, да, у вас сразу 30 человек научатся стратегиям. Онлайн преподавание, индивидуальные, взрослые, не хотят учиться. Ну, не хотят, конечно. А как же? Мы тоже, например, не очень хотим, если бы нам не нужно было. Если это неинтересно. У них нагрузки большие, может быть, поэтому. Так, разные-разные студенты, индивидуальные, онлайн-взрослые. Есть все. В общем, хорошо. Давайте посмотрим сегодня, подумаем, как мы можем эти техники, эти стратегии применить, ну, ко всем, наверное, да, и ко взрослым, и к детям. Сегодня мы будем говорить о чем? Первое. Ну, вообще, что это такое? Потому что, ну, может быть, не всем понятно. И посмотрим на то, какие инструменты бывают. Ну, чтобы не быть таким голословным, да, я вам приготовила, чтобы вы посмотрели, ну, какие примеры бывают, и поняли, как вы это можете у себя в практике применять. Дальше, с помощью вот этих инструментов, что мы делаем, что мы анализируем вообще, и попробуем подумать, как мы это можем использовать. Хорошо? Все согласны? Для того, чтобы мне сегодня с вами активнее взаимодействовать, я попрошу вас, вы можете это сделать, я буду проводить такой опрос, чтобы у меня была видна какая-то статистика общая, и я не подсчитывала плюсики в чате. Вам нужно пройти либо в закладке в новой, в браузере, если вы с компьютера, либо на телефоне, можете набрать тоже в браузере, menti.com. Сейчас скинем ссылочку, Виктория скинет, вот, menti, и там вас будет, вас попросят набрать код. Код у вас тоже на экране. Я сейчас его запущу. На экране должно быть у вас. Сейчас начнется опрос по теме. Если есть, поставьте двойки. Если получилось зайти, как раз и посмотрим на новый, для некоторых, может быть, новый будет инструмент. Вы можете его применять, кстати, в классе у себя также. На большие аудитории очень удобно. menti.com, просто menti.com, и там вас попросят набрать код. Опрос про learner strategies. Сейчас начнется опрос по теме learner strategies. Да, код 254358. То есть вы заходите на сайт menti.com, а там уже набираете код. Надеюсь, что у многих получилось. Я сейчас запущу. Секунду. Так, всё, я вижу уже 11 человек. Ещё кто-то, кого-то ждать? Напишите, подождите меня. Я подожду. 18. Не получается. Жду, Карин. У кого, ну, прям совсем не получится, ну, мы сейчас не будем сильно долго, наверное, разбираться. Ну, вот вы заходите, пока я говорю. Сильно не расстраивайтесь. Ну, я просто озвучу, какие у нас результаты. И те, у кого не получилось туда в menti зайти, вдруг, ну, странно, попробуйте телефон, это там тоже очень легко всё. Вы можете написать в чате. Хорошо, чтобы нам какой-то код стоит. Смотрите, вы можете в браузере зайти на сайт menti.com. Всё. И код 254358 вас попросят ввести отдельно. Всё, вводите, и вы попадаете в наш опрос. Мы сегодня с ним будем чуть-чуть работать в течение вебинара. Если Любовь выдаёт ошибку, тогда давайте вот пишите в чат, я просто проанализирую. Хорошо? У кого не получается. Ну, просто мы сейчас не разбираемся с инструментарием, чтобы нам не застревать сильно. Бежим дальше. Пишет сейчас, начнётся опрос. Да, у меня к вам такой вопрос. Вот как вы думаете, сейчас я перелесну сразу, кто у нас ответственный за образовательный процесс? У вас будет два варианта. Вот вам нужно бегунок протянуть на ту степень, как вы считаете нужно. Ну, вот я, например, считаю, что за всё ответственный педагог. Или я считаю наполовинку. Или я считаю, только ученик ответственный за всё это. Вы пока пишите, кликайте. Что это такое? Это опрос. Это очень удобный инструмент, с помощью которого вы можете, вы также можете работать с учениками с вашими. ученик, учитель, любовь, 50 на 50, 60 преподаватель, 40 ученик. Хорошо. Вместе плюс родитель. Это хорошо. Хорошее замечание. Педагог и родитель. Нет, всё хорошо, Сергей. Хорошо. Так, я вижу. Значит, у меня есть результаты следующие. Педагог примерно на 3,9 из 5, ученик на 3,4. Ну, то есть мы всё-таки считаем, что педагог несёт большую степень ответственности. Некоторые, кстати, считают, что и полностью. Ученик и родитель. Ну, я родителей сюда не ставила, подразумеваю, может быть, взрослые будут. Так вот, на самом деле, точки зрения, это бывают разные, да. В образовании участвуют обе стороны. Мы включаемся все. Вот некоторые пишут 70 на 30. Ну, вот примерно такие градации. Да, согласны с вами. Так вот, со стороны преподавателя мы с вами, менти, менти не так пишется, менти, ай, на конце. Со стороны преподавателя мы предлагаем вообще лучшие методики, да, техники подачи материала. Мы знаем, как это делается. Мы предлагаем методы закрепления, контроля, какие-то интересные видео, аудиоматериалы. Я сейчас в чат не буду смотреть, хорошо? Чтобы мне не запинаться. Вот, какие-то интересные тексты, не знаю, аутентичные, адаптированные, неадаптированные упражнения. Градацию упражнений мы с вами раскладываем. Каким-то оцениванием занимаемся, формативным или сомативным. Тестированием и так далее. Вот за этот процесс мы, конечно, несем ответственность. Вот. И... Так, секунду. Вот так. Я слышала точку зрения и долгое время, на самом деле, придерживалась сама ее, что исключительно преподаватель несет ответственность за процесс обучения и успех ученика. Вот. Почему? Потому что, ну, мы же направляем, мы строим процесс, да. Мы... То, как мы подадим, расскажем, заинтересуем, замотивируем и так далее, будет практически зависеть, ну, все, наверное, да. Не расстраивайтесь, Ирина. Бросайте уже код, мы уже дальше бежим. Все, бросайте. Опросник пока не закрывайте, но... Так. Дальше. Так вот, другая точка зрения была следующая. Я тоже ее слышала, но я ее никогда почему-то не придерживалась. Что моя задача – это дать список слов, ну, правильный список слов, нужный, отобрать их, дать правильное правило, найти его, там, не знаю, показать его, да, дать правильные материалы, там, на аудирование, на чтение и так далее. И дальше задача ученика уже... Ну, голова же не моя, то есть я не могу ему ничего своего приставить. Соответственно, если он не будет слова учить, если он не будет учить правила, то я ему помочь ничем не смогу, да? Прийти на занятия, прийти на занятия и все. Да, то есть, ну, это, знаете, мы с этим сталкиваемся на самом деле во многих местах, несмотря на то, что мы сейчас будем отрицать это, наверное, да, посмотрите, как построена наша университетская система. Это лекция, ты быстро, судорожно все записываешь, и дальше идешь, все учишь, да, никакой там техники для того, чтобы тебе разложили на материалы, чтобы ты это все понял, особо никто не, ну, не может, скажем так, да. В школах я тоже вижу сейчас, у меня ребенок учится, как происходит обучение, несмотря на все развитые технологии и техники. Дают список слов, говорят, ну, выучить, дома выучить, дают правила дома выучить. Вот, в общем-то, и все. Это грустно, школьная система так работает. Вот, я же склоняюсь, как и вы, спасибо, коллеги, за ваше замечательное мнение, что метод должен быть, я вот тут забываю все время про слайды, что метод должен быть такой, ну, тренерский, да, какой-то равновесный. Я все-таки склоняюсь к тому, что большую часть несем на себе мы, несмотря на все, потому что мы меняем, адаптируем процесс, вот, и так далее. Но больше ответственности. Но, тем не менее, смотрите, маленькие же вырастают. Но из второго, из второй точки зрения мы возьмем следующую вещь, что все равно ученик несет ответственность за то, как он учится, за свой учебный процесс, да, и без этого полноценного обучения все-таки не получится. И еще один момент, на который обращаю ваше внимание, чтобы они научились учиться, кто-то должен это сделать. Я не знаю, вот как вы думаете, кто должен, в чате напишите, кто должен. Родители должны с палкой постоять или как. Взрослые, взрослые сейчас, знаете, поколение такое, что и сами не умеют ничего особо. Преподаватель, да, то есть мы должны научить, а родители, ну, я считаю, должны помочь, скажем, административно-технически. Но когда, если мы их научим правильно, детей самих все выполнять, они даже родители касаться не будут. Да, то есть этот процесс должен быть построен так, чтобы им не было, ну, я уже рассказывала про уровни сложности, да, почему барьеры возникают. Вот, и если мы с вами зацепили, объяснили, показали, и мне кажется это сложным, они будут шаг за шагом это выполнять, привыкают к процессу и внедряют его в свою жизнь. Напишите, пожалуйста, в чате, что делают ваши ученики, помимо того, что они посещают уроки. Ну, вот на уроке все хорошо, они приходят, вы им рассказываете, они задают вам вопросы, уходят и особо ничего больше. Ничего. Домашку. Дезе. Домашнее. Следует моим рекомендациям. Интересно, Ольга, каким рекомендациям? Вот здесь вопросы у меня хорошие. Смотрят видео, ленятся, читают, делают Дезе. Литературу на английском. Ну, вот, видите, здорово. Учат слова Дезе. Ну, понятно, что Дезе. Смотрят фильмы, читают книги, прорабатывают материалы, мультики, стараются, письменные работы, диалоги, рассказывают о своих днях. Отлично, отлично. Давайте посмотрим, наверное, на то, что же такое. Что же такое? Learner strategies. Вы можете увидеть в литературе Learner strategies, либо Learning strategies. Так, много пишете, все читаю. Комплексный подход. Вовлечь конкурсы. Конкурсы – это хорошо. Единственное, что я не знаю по поводу Олимпиад, у меня сомнения какие-то. А вот Оксфордский плейсмент с релодом мне понравился. Так, так вот, давайте обратимся чуть-чуть к теории, да, что же такое Learner strategies, чтобы нам понимать. Вот на слайде я написала, все вроде бы понятно. Я взяла два определения. Я не буду внедряться сейчас во всякие многие труды, там споры, дискуссии, историю развития данной темы. Вы можете сами поискать, но просто это большая тема, и долго, много времени займет. Я остановлюсь на двух версиях. Первая от Rod Ellis, и мы можем там все прочитать. It's a mental or behavioral activity related to some specific stage in the overall process of language acquisition or language use. И второе, это у нас от Ребекки Оксфорд. Мне оно, ну, как-то больше раскладывается в ополочку, посмотрите. Specific actions taken by the learner to make learning easier, faster, more enjoyable, more self-directed, more effective and more transferable to new situations. Да, то есть вот все, что помимо того, скажем, методичного процесса, который мы обычно с вами выстраиваем, то есть вне уроков, на уроках, где угодно, вот все, что делают обучающиеся, это является этими стратегиями и, хорошо, и техниками, да. Давайте посмотрим, какие, ну, опять ничего, наверное, непонятно или все понятно, напишите. Может быть, больше ничего рассказывать и не нужно. Давайте посмотрим на типы. Есть шесть групп таких стратегий. Да, идем дальше. Посмотрите, они написаны, я сейчас про каждое чуть-чуть расскажу, а вы пока примеряйте, примеряйте на свои уроки, примеряйте на себя и примеряйте на себя, как на ученика в том числе. Ну, вот, это интересно. Ну, вот, когда вы учите языки, что делаете вы? Есть вот такая группа, как Memory Strategies. Они все относятся к тому, как студенты запоминают язык, да, то есть это запоминание слов, узнавание материала в тексте, то, что мы делаем, на чем мы концентрируемся, в принципе, да, как учителя, как ученики. Если вы посмотрите по начальному, по таксономии Блума, ну, вы помните, да, это начальный уровень, самый нижний, базовый. Вот, но, тем не менее, почему-то многим кажется, ну, всем и нам, и ученикам, что вот это самый главный уровень, и чтобы знать язык, нужно просто запомнить большое количество материала. Вот, я сейчас не буду спрашивать, кто так думает, но, в общем, некоторые могут так думать. Вот, изучение это может и да, но применения на самом деле нет, да. И, кстати, даже вот этим стратегиям учеников нужно обучать, несмотря на то, что кажется все просто. То есть, как учить слова? Ну, вот, как их учить? Как они у вас учат? Да, подумайте. Не надо сейчас писать, это будет долго для себя, поймите, да. Как вы их учите запоминать слова? Как вы их учите запоминать информацию, там, понимать, воспринимать, находить информацию в тексте? Вот, еще раз проговорю, что в школе обычно дается список слов, правила, идите, учите, как вы это будете делать, ну, ты же умный или не умный? Вот. Какой результат мы получаем? Абсолютно разный. То есть, учатся все это со слезами или там с ремнем, или еще с чем-нибудь. Дети не обладают и не должны как бы обладать изначально данными техниками. Их нужно этому научить. Не пожалейте потратить время на уроки. Да. Но если вот, ну, я не знаю, как у вас, я, например, вот и мои методисты все, естественно, с которыми мы работали, мы работали, вот, например, не пожалейте время на то, чтобы работать с формой слова, если по лексике самое тяжелое, да, вот вы говорите, Анастасия, с формой слова, со значением слова, с тем, как оно работает в контексте, вы на это потратите какое-то время, да, и вам оно покажется, что ну вот, мы больше ничего не успели, но оно вам окупится сторицей потом, понимаете, когда вот, например, у меня дети занимаются со второго класса, я сейчас скажу, два года они прозанимались, но сейчас они учат слова, я взяла вторую группу, я вижу, какая большая разница, то есть они учат замечать, научились замечать какие-то, ну, там, не знаю, в спеллинге, да, какие-то особенности, в произношении какие-то особенности, они фокусируются, они вылавливают это все в словах, и они сейчас могут это делать сами, и делают постоянно, и они учат слова прям в лед, понимаете, а вторая группа, она вот не может, так называемый страгл идет, то есть им приходится объяснять, они не понимают, куда смотреть, еще пока не приучены, вот, чем раньше вы это начнете делать, тем лучше. Следующая группа стратегии, это cognitive strategies, они относятся к тому, как мы получаем информацию о языке, о языке, то есть как мы вот этот же eliciting используем, guided discovery, вот, как мы находим закономерности в языке, вот в этих явлениях, как оно в контексте, о, вот здесь вот есть S, а здесь нет S, ну, и так далее, да, каких-то, некоторые просто не замечают этих вещей, вот, задумайтесь, как у вас, ваших учеников, некоторые не видят вообще, не обращают внимания, а потом еще вот, ну, и ошибок тоже не видят, да, в своих текстах, как они замечают, что есть какие-то исключения, в каких случаях что-то там используется, вот, фактически это навык, ну, скажем, первичное замечание чего-то, это наблюдательность, да, и это мы развиваем, ну, как бы мы развиваем в языке, а вообще в жизни, это очень тоже пригодится, и дальше они смогут и без вас, без вашей помощи, без вашего, скажем, такого жесткого гайда, заниматься какими-то другими вещами, которыми вы не вне урока, ну, то есть у вас уроку награничено, и вы не можете с ними постоянно сидеть, а у них должны какие-то вопросы возникать в голове, почему вот так, а не это, без этого обучения так же не получается. Следующая группа – это compensation strategies, успеваем все, компенсаторные. Это те навыки, когда, знаете, вот им не хватает каких-то лингвистических знаний, языка образа не хватает, и они используют вот эти компенсаторные навыки, например, в поездке или при прочтении на экзамене текста, а там они половину слов не знают, но им помогут компенсаторные навыки догадаться, развиваем догадку тексту и так далее. В поездке, если мы говорим, то, ну, знаете, на выживание, какие навыки, мы можем написать что-то, смекалка, скажем, написать что-то на бумаге, если это ценник, телефонный номер, что, почту, использовать жесты можем, еще что-то, ну, такие навыки на выживание. И некоторые, ну, я просто помню себя, когда нас плохо-плохо учили английскому, а потом шла другая учительница и дала нам текст, а там я не знала практически, ну, не знаю, практически ничего не знала. Вот я образно понимала, о чем текст, но у меня, меня доливала некая такая паника, знаете, вот дала нам тут текст, я ничего понять не могу. На самом деле просто у нас не развивали эти навыки, когда, ну, в панику не стоит впадать, а просто мы берем и работаем с тем, что у нас есть, ну, так, как мы можем, да, на тот момент. Вот. И это все тоже помогает и в жизни, и, естественно, на экзамене, там, на том же ЕГЭ, везде-везде, очень знакомый опыт. Да, я вот, например, возмущалась, я говорю, да что такое, почему так, ну, сейчас я понимаю, ну, просто у нас был процесс не так построен, вот и все, а так можно было бы научить, и никакого возмущения бы не было бы. Дело в том, что текст нам подсунули на экзамен, поэтому я была вообще прям сердитая по этому поводу. Вот. Ну, в общем, компенсаторный тоже надо развивать. Вот. Дальше. Следующая группа. Метакогнитивные стратегии. Они относятся к тому, как ученики, как там по-русски-то, управляются, какие методы организации процесса и какие инструменты им будут помогать. Ну, то есть вот, что в конкретной данной ситуации для этой цели мне лучше использовать? Как организовать словарь? Три колонки, две колонки, тетрадь это, или квизлит, или что это, или я от карточки буду носить с собой, да, вот такую пачку. Что? Ну, то есть каким образом мне организовать процесс, чтобы, да, ну, вот поэтому, да, Виктория, надо учить их, чтобы страха не было, паники, чтобы не было. Все в порядке. Вот. Какие инструменты использовать? Да, что удобнее? Что удобнее именно для меня? Потому что не факт, что любите вы, то же самое будут использовать ваши студенты. Я, например, столкнулась с такой сложностью. Я думала, что в квизлит это наше все. Вот. Я побежала, им наделала 500 словарей, ну, всяких разных этих сетов. Дала им все, распределила, всем им установила программу квизлит на телефон. Не совсем работает. Потому что, ну, я не знаю, почему-то они маленькие, там, какой третий класс еще, как-то они туда не сильно заглядывают, там, иногда. Ну, в общем, надо еще напоминать и так, подталкивать. Дальше. Так вот, еще моменты. Как организовать, например, правила? Да, очень часто мы сталкиваемся с чем? Мы вот и разрисовали на доске такую красоту, все, а потом, что мы у них в тетрадях видим? Совершенно иные вещи, которые, ну, там ничего не понятно, поэтому маленьким лучше организовывать правила, ну, правила самим, как-то, не знаю, распечатывать их, что ли, или родителям давать, чтобы распечатывали, потому что то, что они зарисуют, ну, совсем им потом, не знаю, почему-то не очень помогает, а рисовать они будут долго, где-то с 5-7 класса, еще может быть. Вот, что еще? Как работать с текстом? Как структурировать записи по тексту лекции? Да, это тоже важно, не все умеют. Что еще вообще нужно делать для того, чтобы получить возможности для того, чтобы они обучались? Как ученик будет ощущать прогресс? То есть вот эти все моменты, на них нужно как-то нам, как учителям, подумать, что мы можем со своей стороны им предложить, когда мы этому будем учить, так как, ну, часы нужно же заложить, да, кажется, что это может быть потеря времени, у нас программа и так большая и так далее, но если вы научите раз этим стратегиям, то затем они будут уже справляться легче, и это прям буст им даст, понимаете, того, что они не будут от вас зависеть, там приходить только на уроки, то, что узнали, запомнили, половину не запомнили, ушли. И следующий блок – это аффективные стратегии, они, ну, как вы понимаете, относятся к, так, чат длинный, пока не читаю, соблазн большой, они относятся к эмоциям ученика, да, по поводу изучения языка студентам, ну, я думаю, что это у всех, наверное, есть, кто-то, у меня были ученики, которые ненавидели язык, потом пришли и сказали, о, прикольно, это интересно оказывается, вот, ну, и поменяем свое отношение, у кого-то страх, например, есть, да, не умеют справляться с эмоциями, не знаю, страшно говорить, вот барьер, это все, да, как научить отслеживать прогресс, как научить отслеживать прогресс, вы им показываете, но они должны тоже следить за тем, ну, вот у меня, например, есть такая большая-большая простыня, ведомость, где я ставлю баллы за каждый урок, там, за то, ну, за то, что я хочу, там, за хорошее поведение, за активность, за правильные ответы, за, там, за тест и так далее, они отслеживают, кто где находится, кто вперед убежал, кто, там, провалился где-то, кто домашнюю не сдал, ну, они могут это отслеживать, и нужно приучать, потому что соревновательный момент, он все равно у детей, ну, вообще у всех, наверное, взрослых тоже есть, ну, и оценку всем хочется видеть, какую-то, не просто там, ты молодец, да, а прям, сколько вешали в граммах, ну, хочется иногда, вот, да, система баллов нужна, ну, потому что просто оценка 5-4, за что, там, за поведение, или за что, непонятно, так, вернемся к эффективным, все-таки, да, там есть страхи, страшно говорить, страшно, там, а я вообще не могу говорить, что мне делать, обиды всякие, да, а если надо мной посмеются, я вот сейчас скажу, у подростков есть такая проблема, да, а меня засмеют, или там, не знаю, используют в другую сторону, вот здесь вот, и вообще, что мне делать, чтобы, ну, что мне помогает справиться с эмоциями, раз, и как вы помогаете ребятам, или взрослым, справиться с тем, чтобы они ощущали себя комфортно в этом окружении, вот, вам нужно тимбилдинг строить, Виктория, если у вас обижаются, стесняются, значит, у вас, если группа, то это проблема отношений внутри этой группы, вот, ну, то есть, нужно вот над этим работать, на тимбилдинг уходит не менее года, имейте в виду, то есть, это не так, что вы пришли, сказали, все, ребята, и теперь мы любим друг друга, так не получится, к сожалению, аккуратно, очень аккуратно быть, и социальные стратегии, идем к ним, они тоже, вы понимаете, да, и года не хватает, точно, вы понимаете, они связаны с тем, как они взаимодействуют друг с другом, да, то есть, как взаимодействие с другими людьми поможет мне, в изучении языка, как изучение культурологических особенностей, кого-то, поможет мне понять этих людей, это тоже очень важно, так как, ну, сейчас у нас очень разноплановые люди, разных национальностей, разных народностей, отовсюду, ну, и вот все стараются уже учиться, сленг, хорошо, напишите, пожалуйста, нет, не напишите, я сейчас переключу, мы вернемся сейчас в Менте, те, кто есть в Менте, те, кого нет, пишите, пожалуйста, в чате, хорошо, не переживайте, только, я вас прошу, это того не стоит, я сейчас включу второй вопрос, какие стратегии вы считаете наиболее важными, вот, из всех, какие я перечислила, вы можете несколько выбрать, как вам удобно, какие стратегии вы считаете наиболее важными, которые нужно развивать, можно уже отвечать, да, уже ответы пошли, какие методы есть для развития компенсаторных навыков, компенсаторные, ну, вы начинайте с простого, попробуйте работать с GIST, reading, listening, да, это на понимание общего текста, всего, то есть они должны схватить общую идею, и вам нужно сказать, чтобы они в начале не концентрировались на деталях ни в коем случае, даже если там одно слово попалось из миллиона, все, я больше текст не понимаю, вот одного слова нет у меня, чтобы вот здесь они не застревали, когда они психологически перешагнут, вы пока голосуйте, я рассказываю, перешагнут этот этап, тогда им будет уже легче, потом уже работайте со словом, например, ну, элисетинг, стратегии, вы спрашиваете, например, из-за negative и positive, да, смотрите по контексту, именно, чтобы он покопался там, не подсказывайте ему сильно, намеки давайте, а вот посмотрите, вот тут он доволен, недоволен, наверное, это негатив, ну, негативная коннотация и так далее, подводите к тому, как примерно воспринимать слово, может быть, его и не надо дословно понимать, достаточно того, что он отрицательно относится, а потом, когда вы уже это проработаете, вот тогда можно и к переводу перейти, уже в самом-самом конце. Получается выбрать несколько, значит, я не так выбрала, ой, не так сделала упражнения, все важные. Effective memory, так, у нас когнитив, лидирует, лидирует, ментиметр позволяет только один, ой, ну, ладно, я прошу прощения, я вроде бы его испытывала, что-то у меня не получилось, хорошо, пусть будет так, вот, выбираем когнитивные, самые важные, пишите тогда здесь в чате, эффективные, memory, compensation strategies, четвертый, пятый, effective social strategies, memory cognitive, cognitive effective, memory effective, ученики не видят в этом пользы, ученики не должны видеть в этом пользы, вы же знаете, что это правильно, я всегда объясняю, зачем мы делаем то или иное действие, потому что я понимаю со стороны ученика, ну, я не знаю, как я прихожу, там, я хочу ремонт, я хочу, чтобы мне сделали ремонт за 30 тысяч рублей, я могу ходить сколько угодно, вот, а задача специалистам не объяснить, что мы можем сделать ремонт за 30 тысяч рублей, но это будет кусок стены, на который мы наклеим, например, обои, вас устроит, дальше уже выбор, ну, вот, я всегда объясняю, детям тоже объясняю, для чего мы делаем то или иное действие, как это им поможет, и вообще, ну, что тут важно, что, например, важна не проверка того, что вы сейчас напишите, а важно, чтобы вы сейчас ухо, навострили и на аудировании сосредоточились, и не выкрикивали каждый там в течение аудирования что-нибудь, типа, а, я знаю уже, и пол текста улетело за этой фразой, все стратегии важны, хорошо, вот, а каким стратегиям, давайте тогда по другому вопрос задам, в этом же менте, смотрите, пожалуйста, у вас появляется новый вопрос, каким стратегиям вы уделяете внимание учеников и учите им, есть такие? вот здесь один выберите, memory strategies, metacognitive, compensation, social, cognitive, так, вокализирует memory, cognitive, cognitive, у нас когнитивные самые популярные, да, memory, жду, 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 memory все-таки на высоте, видите, мы все-таки с вами ищем пути, как научить запоминать, я хочу обратить наше внимание на то, что, да, вот мы сейчас отметили memory, они важны, естественно, но не забывайте про все остальные в том числе, потому что вот если вы все задействуете, да, у вас будет прямо ученик, ну, я не знаю, я люблю своих учеников, они такие все золотые, классные, вот, они будут старательные, они будут бежать к вам, они будут вас просто прям обожать, но первично, конечно, мы берем memory strategies, там, по порядку, да, объясняем потом, как когнитивные показываем, как с ними работать, компенсаторные, мы их все должны затрагивать, я про то, что вы, пожалуйста, не теряйте их, хорошо, вот, если вы, например, вот я смотрю, аффективные, с ними никто не работает, социальные, прям совсем мало работает людей, но они тоже важны, да, то есть мы начинаем, понятно, что, так, я не знаю, вам видны результаты, или нет, наверное, не видны, начиная мы с первого, но все равно не забывайте про 4, 5, 6, хорошо, не видно, так, не видно, я могу, наверное, стол показать, мне кажется, если я сильно постараюсь, я не помню, где-то, а вот оно, так, рабочий стол, вот, посмотрите, пожалуйста, видно сейчас, результаты, видимо, да, вот такие результаты, то есть мы начинаем, ну, фактически по этой лестнице можно идти, да, начинаем с первого, и приближаемся к заключительным, но вы просто про них не забывайте, потому что, как правило, первую, вторую тренируют, а все остальные забрасывают, аффективные, они связаны с эмоциями человека, эмоции по поводу того, как мне страшно, боюсь говорить, не боюсь, так, сейчас я переключу обратно, да, боюсь говорить или не боюсь, а что скажут, если, а вдруг надо мной будут смеяться, и так далее, теперь давайте посмотрим, хорошо, это мы все поговорили, все, молодцы, а как понять, успешно студент будет изучать язык или нет, какие стратегии он вообще использует, каких стратегий ему не хватает, что ему вообще конкретно делать, есть предложения у вас какие-нибудь? я предлагаю вам сегодня две схемы, я вам просто их покажу сейчас кратко, потому что небольшие, вот, но потом смогу дать распечатку, вот, я потом расскажу, как, со страхами, аффективными, знаете, знаете, здесь нужно исходить из того, что, что у вас на уроке происходит, то есть у вас изначально вы должны очень сильно располагать, обучение, вы помните, происходит только тогда, когда у человека все остальные потребности, я имею в виду страха, психологические, закрыты, то есть если ему страшно, он в принципе никак нигде никогда не будет обучаться, вспомните себя в школе, если у вас был учитель, которого вы, не знаю, там боялись, не любили, вот какой-то он был не такой, там что-то делал не так, и соответственно обучение у вас, мне кажется, тоже не очень хорошо шло, вот, я не говорю, что все на учителе завязано, но многое, понимаете, вот как он к вам приходит на урок, чувствует ли он себя нормально, там хорошо, или не знаю, над ним кто-то смеется, там еще что-то происходит, вот, страх не главное, но надо смотреть, знаете, это анализ класса надо делать, анализ урока надо делать, бояться слушать, объясняйте, как слушать, давайте понемножку, делайте скафолдинг, и тогда они все, вот когда они смогут почувствовать ситуацию успеха, то это все пройдет, хорошо, давайте, да, влюбленность тоже есть, но влюбленность лучше, чем страх, значит, я вам даю два инструмента сегодня, один из них называется вот так, сил, так, не видно, сейчас минуточку, переключается слайд или нет, почему-то я не вижу, чтобы он переключился, у меня зависло, ладно, надеюсь, что у вас все переключилось, значит, первая система, это, это разработанная Oxford Rebecca, называется Strategy Inventory of Language Learning, сил, коротко, да, и вторая у нас будет следующая, LC, потом расскажу, значит, вот это как раз сил, о которой мы говорили, включает в себя 6 категорий стратегий, каждая из этих категорий включает в себя несколько техник, и каждая из этих техник оценивается по пятибалльной шкале, вы сейчас видите, да, от того, что никогда или практически никогда, до всегда и практически всегда, вот по этой схеме, то есть, что нам, ну, что мы вообще делаем, мы вот даем ученику, здесь фрагмент, только потому что вся она не поместится, вот это один блок, вы видите сейчас, сейчас я вас уже открою, чтобы видеть, это мне Александр делал, мой студент, мы с ним, точнее, он мне раскладывал, то есть, он отмечает, всегда я это делаю, никогда, там, иногда, и так далее, вот посмотрите, какие действия предлагаются, ну, то есть, они просто читают, я делаю вот это, и отмечают всегда, никогда, как часто, секундочку, вот, ну, вот смотрите, да, я использую, например, новые слова в предложениях, да, чтобы запомнить, я запоминаю слова, рисую себе в голове картинки, и так далее, такие определенные, конкретные действия, которые студент может себе отметить, вы можете тоже с собой поэкспериментировать, как вы, ну, что вы делаете, как учащийся, да, и если мы будем анализировать, мы смотрим, здесь собираем, вот смотрите, за memory strategies, например, он получил 30, да, в общем очков, и среднее здесь у него идет 3 и 3, и так вы собираете по каждому блоку, и смотрите, какие из этих стратегий выполняются, какие нет, то есть и ученик здесь видит, что он еще может поделать, высоким применением, которое обеспечивает хорошую, вообще, хорошую обучабельность, если можно так сказать, считается от 3,5 до 5, это среднее, я имею в виду, average за все-все-все стратегии, вот, и таким образом вы видите, какие уже используете активно, там на 4,5, ну, на 5 вообще это считается активно, и какими бы можно было еще воспользоваться, понятно, да, идем дальше, к следующей, и еще одна, ну, вот, например, если силы можете найти в интернете легко, то вот, вот это LC, там уже нужно будет поискать, хорошо, я думаю, что тем, кто сейчас готовится по программе TESOL, вот, должно пригодиться, мне кажется, вот, еще раз напомню, значит, LC, это у нас English Language Learning Strategy Inventory, вот, здесь у нас 32 техники, они, ну, сейчас посмотрите, они чуть-чуть буквально отличаются, вот, и оцениваются также по пятибалльной шкале, эти 32 техники, тоже можно дать, вы можете или ту, или другую использовать, не обязательно две, вот, по данному списку, сейчас я его покажу, ну, шкалу всем понятно, да, вот, смотрите, примеры, их там дальше вниз много, 32 штуки, по данному списку, по данному списку, тоже хорошо смотреть, чем ученик, или вы, как ученик, уже пользуетесь, и какие техники можно еще внедрить, а каких вы, может быть, забыли, ну, бывает так, да, чем-то одним занимаетесь, и про другое забыли, что недостаточно, может быть, используете, и так далее, и вот эту табличку, вот эти две таблички, можно использовать еще и для того, чтобы показать ученику, например, если вам вдруг это требуется, почему он так успешен, ну, чтобы вам обоснование иметь, да, или почему он не успешен, это тоже важно, если предъявляются, например, какие-то претензии, я уже вас учусь тут три года, раз в месяц, и вы меня плохо учите, условно, вот, ну, например, вдруг вам нужно, да, здесь вы можете посмотреть и разложить, вот смотрите, я вас просила делать вот это, я вас учила делать вот это, вы, например, не, не знаю, не делаете, в силу каких-то обстоятельств, и ученику тоже будет понятно, почему у него не получается, и что ему еще нужно сделать, если он реально хочет достичь результата, здесь вы видите простые действия, например, там делает домашнюю работу, не делает, да, учится там от учителя, не учится, и так далее, вот, и 4-5 здесь считаются тоже высокими оценками, которые поднимают, вы тоже считаете среднюю оценку, и смотрите, что у вас получается, то есть, насколько, ну, условно можно грубо так сказать, насколько ученик хорош, как в понятии good learner, да, если мы берем, академичное, вот, что же с ними делать, вот то, что я сейчас рассказала, с ними делать, если мы посмотрим еще раз сюда, на эту табличку, мы сейчас можем с вами, вот эти 5 пунктов, которые здесь 6 поместились, посмотреть, ну, что я имею в виду глубже, что мы-то можем, как преподаватели, делать с этим, ну, можете уже предлагать, например, у всех я смотрела, делаю домашние задания, да, вот, вот, если, если мы берем вот эти, вот эти техники, то мы, ну, как я уже сказала, наталкиваем человека на мысль о том, чтобы он вообще проанализировал себя, свою учебу и так далее, да, и если ученики у вас будут эти техники применять, помимо ваших уроков, то они будут очень успешны, и даже если, даже если, ну, как бы нет хорошего учителя с методикой, ну, не всем везет, да, то если он будет применять все-таки эти стратегии, он все равно будет на порядок, на две головы выше, чем те люди, которые ничего не применяют, и плюс у него еще нет хорошего учителя, совсем грустная становится ситуация, да, так, давайте подумаем, как этим стратегиям будем учить студентов, нужно ли, не нужно ли, домашки, давайте, домашки, хорошо, обсудим по порядку, что мы можем делать, вопрос, чтобы учеников вдохновить, направить, научить пользоваться, и делать домашку, вообще не делают, некогда, занимаются с интересом, взрослым нужно напомнить, что они экономят свои деньги, отличный прием, но вы будете объяснять им, что мыслительный процесс, когнитивный процесс, он строится так, что нужна определенная частотность, касание материала, соответственно, они должны делать домашние задания между уроками, для того, чтобы чаще повторить, тем самым они ускоряют геометрической прогрессии, свой прогресс, прогресс, и экономят свои время и деньги, потому что если они растянут этот процесс надолго, то это фактически как будто они не занимались, смысл какой. Вопрос, который вы задаете себе как учитель, нужно ли вообще учить студентов делать домашние задания, как вы думаете? Да, у кого-то нет проблем, Алексей. Класс. Нужно, да, как ни странно, но нужно, представляете, вот нужно ли для этого продумывать и готовить материал? Нужно, тоже нужно. Здесь нужно подумать над несколькими аспектами. Первое, чтобы ученик хотел это делать, чтобы это не было непосильно сложно для него, чтобы это он мог вообще делать, да, по своим способностям и багажу, который вы ему дали. Следующее, после того, как он сделал, чтобы он получил одобрение, обратную связь в правильном русле на улучшение, а не так, что, о, вот тут все красное, все, и иди, да, подумайте над этим. Некое признание, если вы работаете в коллективе, то, соответственно, нужно показать лучшие работы, показать, рассказать и объяснить, чем они лучше, чтобы другие учились от этих же лучших, да, и вообще друг у друга, чтобы одни смотрели образцы хороших работ, и, поверьте мне, они захотят в следующий раз, о, а я, наверное, тоже сделаю вот так, или сделаю лучше, потому что что-то на фоне других людей моя работа какая-то совсем блеклая, или какая-то не такая, то есть не доработал, вот, они могут даже эту работу стремиться переделать, чтобы, ну, тоже их показали, да, работает, конечно, вот, более того, он мог просто не знать, как это сделать лучше, и у него могли появиться идеи после того, как он посмотрел на других, да, то есть мы заканчиваем все это анализом. Начинаем с подачи домашнего задания, если они не выполняют, возможно, ну, тоже, может быть, им просто страшно за него браться, потому что он только большой, там, недозированный и так далее, нужно объяснить, как это делать, что делать, ну, и все, в общем-то, ничего страшного нет. Вот. Я просто помню, сталкивалась с таким процессом, дали домашнее задание, сделайте проект про, да, про что-то, и все, и дети пошли делать, и непонятно, у них вопросы такие, на каком листе делать, или там это в PowerPoint, или в видео это делать, а я не умею, а может мне плакат надо нести, ой, плакат большой, у меня фломастеров нет, ну, и так далее, а я вообще успею или нет, а кто мне поможет, а как мне вот это вот все еще и рассказывать надо, какой ужас, я, ужас, ужас, я вообще не буду лучше делать, я не смогу, вот, и, ну, с маленького все начинается, вот, опять же, если я сделал, какая оценка будет, будет ли она, я вообще боюсь показывать свою работу, а все будут там, не знаю, смеяться, или что там, у меня не так красиво, как у других, ну, там много всяких разных моментов возникает, да, в общем, в итоге нужно, чтобы что, они учились друг у друга, да, умели давать обратную связь, этому тоже надо, кстати, учить, публично, чтобы вы умели хвалить, за что и показывали, как, если есть публикация, то неточности, ошибки лучше поправить до, чтобы они уже вынесли свою готовую работу, в хорошем виде, скажем, да, без красных, там, пометок всяких, вот, и больше делайте ставку на взаимопомощь, нежели чем на соревнования, можно командами делать, там, работы, проекты и так далее, следующий пункт, например, обучение на примере учителя, learn from the teacher, вот, как мы с этим будем работать, почему это вообще важно, чтобы ученик хотел смотреть на нас и делать так же, как мы. Не знаю, вот как для вас у меня, например, учитель всегда служит каким-то образцом, я по типу, ну, есть разные, мы разбирали уже, да, есть типы, я обезьяна, я смотрю и повторяю, вот, все, что я слышу, я повторяю, все, что я вижу, я повторяю, мне можно долго не объяснять, а просто показать, вот, поэтому, да, для меня вдохновляющий пример, знаете, как очень-очень сильно важный, я думаю, что я такая не одна, вот, нам нужно стараться, естественно, повышать свой уровень, говорить красиво, заряжать энергией правильно, сами много читать, чтобы нам было, что интересного рассказать, если что, обсудить, поддержать тему, да, ученики это очень хорошо чувствуют, они вас копируют, они, ну, как бы стремятся за вами, на самом деле, вот, и, ну, если вы умеете водошевлять, вот они за вами бегут, да, бывает так, что, ну, кто-то кого-то не воодушевляет, тогда, не знаю, нужно искать какие-то другие пути, возможно, там, проблема, не знаю, в обстановке, в ситуации, в какой-то условии не позволяет, у кого-то большие нагрузки, он приходит совершенно, как выжатый лимон, и там уже не до вдохновения, хотя, не факт, вот, может быть, что-то нужно обсудить в начале урока, да, и доверие, это тоже очень важно, согласна, так, дальше, learning in an environment where the language is spoken, вот здесь, на самом деле, так, время, что время, у меня время выходит, понятно, ускоряюсь, это, наверное, сложно в нашем окружении сделать, потому что мы учимся все-таки в России, но можно найти каких-нибудь пенполов там за рубежом, да, как вариант, но я здесь останавливаться долго не буду, но можно найти при желании, а вот чтение книг, например, на английском языке, очень даже легко воплотить, вы уже все писали, здесь тоже возникает вопрос, а они вообще умеют читать, а они любят книги, или там ненавидят, у меня, например, вот взяли первую книжку, ой, ужас какой, а потом поняли, что не ужас, это интересно, это классно, и представляете, мы можем читать на английском уже во втором классе, вот, развивайте виды, различные виды чтения, чтение полезно, аудиокниги полезно, все полезно, абуза, абуза, потому что отношение такое, меняйте вот эту парадигму изначально, вы когда покажете, начните с очень-очень легкого материала, там, я не знаю, совсем прямо, чтобы зашло на ура и у всех, вот, они почувствуют успех, и они будут дальше ваши материалы воспринимать позитивно, развивайте поисковое чтение, gist reading, да, да, клиповое сознание, убирайте клиповое сознание, пожалуйста, я против, оно, конечно, есть, начинайте с него, что делать, но потом все-таки академическое чтение никто не убирает, да, текстовую работу проводите, чтобы они понимали задачу, да, объясняйте, почему это важно, зачем эта история им нужна, вот, зачем мы вообще это все это делаем, объясняйте, дети могут, вы можете не раз объяснить, это нормально, но дети вас услышат, если вы с детьми работаете, ну, все услышат, взрослые тоже, вот, если, конечно, вы им дадите книженцу, и они будут через слово смотреть словарь, они ее на первой странице выбросят и скажут, какой ужас, больше никогда, вот, поэтому сделайте для них, звук стал плохой, звук мне слышно? да, слышно, хорошо, вот, в общем, ни в коем случае в начале, как мы говорили про геймификацию, да, вход на корабль должен быть легкий, помните это, вот, читайте какие-нибудь небольшие, интересные, выбирайте то, что им интересно, и они у вас втянутся, какие-то усилия, естественно, нужно будет прикладывать, я не говорю о том, что вот сейчас мы прочитаем пост на три строчки, как у нас, вот, нас учат все, напишите мне пост не больше трех строк, я прям сопротивляюсь сильно, вот, нужно, нужно читать и большие тексты и так далее, делать упражнения нужно обсуждать, но все должно быть посильно, да, не должно быть так, что, опять же, они прочитали книжку, и мы это забросили, и ничего их не спросили, то есть обязательно какой-то аутпут должен быть, да, вот, ищите там полезную информацию, интересную в тексте, анализируйте то, что они прочитали вместе, кто как понял ту или иную фразу, тот или иной контекст, да, кто как вел себя в рассказе, почему, а хорошо это вообще или нет, насколько мне было интересно, как, ну, ученику читать это, да, почему нет, это тоже интересно, что я нового узнала, или ничего не узнала, или это какой-то странный рассказ, мне не нравится, а почему он мне не понравился, может, я его недопоняла, и так далее, обсуждайте в парах группах, то есть вводите на разные, на разных типов, на разные типы восприятия, да, можете разыграть все это дело, вот, и, ну, еще один давайте расскажу быстро, using a dictionary, это прям для всех, все должны, по-моему, это делать, все, 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 начиная со второго класса, с третьего, вот, казалось бы, что может быть проще, чем использование словаря, учите ли вы своих учеников использовать словарь, или нет? Учите, ой, я очень рада, потому что многие, ну, вот у меня один всеклассник заявил, а я не знал, что не надо мультитран использовать, вот, вот так, одиннадцатиклассник, представляете, у меня вот третиклассники уже, переводчиками нельзя, у меня уже третиклассники знают, какими словарями, как пользуются, где, и пользуются активно, это, это очень важно, представляете, какая разница у них будет к одиннадцатому классу на выходе, люди не знают, к сожалению, куда смотреть, зачем, в какой словарь, а какие они бывают, а есть гугл, вот, и все, а есть еще и переводчики, вот, ну, это прямо катастрофа на самом деле, я поэтому написала даже целую статейку, сейчас вам Виктория скинет, по использованию словарей, ну, хотите, тоже можете давать своим ученикам, но я это вижу так, если есть какие-то комментарии, тоже мне напишите, я могу эту статью, там, где-то подправить, что-то, ну, докомментировать, дораскрыть и так далее, там я показываю, какие словари лучше использовать, переводные, беспереводные, куда дальше идти, если у вас уже совсем, прямо мастерски вы владеете языком, ну, переводчики, вы же знаете, как они переводят, но сейчас уже более-менее, но тем не менее, никто не гарантирует, вот вы посмотрите, в обилингу, не все слова даже есть, сейчас пришлю, так, 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 сейчас я ее найду, вот она, я почему-то думала, Виктория нам скинет, а, вот скинула, да, все, Виктория скинула, там должно вообще быть английский всем точка онлайн, но почему-то он пишет с такими кривыми буквами, не пугайтесь, вот это я на сайте у себя выкладываю, там можете другие статьи тоже читать, то есть вот эту статью готовую можно давать студентам, в принципе, почитать, вот так можно идти дальше по всему списку из 32 пунктов и думать, то есть я вас призываю к тому, чтобы вы посмотрели и подумали, как я, как учитель, буду учить ученика данной технологии, данной техники, вот, значит, как получить эти списки, сейчас давайте, да, я не знала, но я потом переделаю себе домен когда-нибудь, когда руки дойдут, пока он английский всем вот в таком корявом исполнении, где получить эти списки, если вы подпишетесь на мои сети, ну, можете выбрать, какие вам удобно, сейчас Виктория тоже пришлет ссылки, какие, ну, вам удобнее использовать, Facebook, Instagram и VK, у меня есть три, и там есть пост про сегодняшний вебинар, что он будет, вот, такой замечательный, заходите, да, под постом, ставите комментарий, там лайк, комментарий, что пришлите мне, пожалуйста, списки сил и LC, вот, и я вам обязательно вышлю, вот, подписаны, напишите пост, этот комментарий под постом, ты иду, да, я могу, да, 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 все, пишите там комментарии, я вам пришлю эти списки, вы на них посмотрите, и посмотрите, как вы можете на своих студентах апробацию какую-то сделать, ну, хотя бы на одном, можете сначала на себе попробовать, и посмотреть, что, ну, вы тоже можете удивиться, я всегда говорю, вы удивитесь, как это работает, что оказывается, о, вот это я забыла, надо бы вернуться, да, вот это еще поделать, а, вот это я делаю недостаточно, видимо, ленюсь или что-то, а может быть, мне сейчас это не так срочно и нужно, ну, то есть, как-то оцените себя, заставляю думать, Софи, да, заставляю, это очень интересно, на самом деле, попробуйте, казалось бы, очень простые вещи, ну, всем понятные вещи, оказывается, нет, не всем, вам спасибо большое за то, что вы пришли, я сейчас посмотрю на вопросы, так, на вопросы, ой, сколько у нас вопросов, секунду, так, где же задача учащегося при таком подходе, вопрос на пятом слайде, секунду, так, Ольга, а где же задача учащегося при таком подходе, спросили вы, мне кажется, я ответила, если ошибаюсь, Оль, можете еще раз расшифровать, что вы имели в виду, хорошо, но если ответила, тогда может не расшифровывать, следующее, Варвара, Марина, как возвращаете ответственность за прогресс в изучении языка ученикам, как я возвращаю, я им показываю, ну, то есть, они всегда имеют доступ к таблице, которую я заполняю после каждого урока, они ее видят и сами уже думают, им бежать вперед или нет, вот, ну, кому-то и так нормально, кто-то говорит, я уже спас, ну, то есть, нам главное видеть не в сравнении себя с другими, а в сравнении с тем, что, ну, с чем ты пришел и чего ты сейчас достиг, то есть, улучшилось ли у тебя, там, не знаю, поведение, результативность по тестам, там, на уроке внимания, например, я тоже оцениваю. Дарья пишет, а какую литературу на английском читают? Ой, ну, если вы имеете в виду ридеры, то это совсем просто, вы берете уровень учеников, которые у вас есть, мы, например, читаем ридеры, которые прилагаются, ну, так как третий класс, там, я беру программу пока Family and Friends, она им подходит по возрасту, и там есть ридеры, но их нужно тоже выбирать, там даже вот, например, на уровень 3, они разные, есть с прошедшим временем, а есть только там с настоящим временем, вот, смотря какие темы вы прошли. В какой программе я веду таблицу успеваемости? Просто в Google документах, в Google табличке, потому что она шарится, шарится, имеется в виду, я могу ей поделиться со всеми, и они могут туда смотреть в любой момент, это удобно, и там сразу же подсчет баллов я делаю. Я вопрос показывала, если интересно, я сейчас могу показать, что это такое, если вам интересно. Интересно. Сейчас тогда задерживаемся на вебинаре. Я все закрыла предварительно, сейчас покажу. Для ЕГЭ там отдельная таблица, вот эта таблица, сейчас я рабочий стол выберу. Вот, например, эта табличка на детишек, на группу детишек. Вот у меня считается здесь общий балл, но это просто, если нам надо со всем, то есть там потом можно хвалить за все, всех же нужно за все похвалить. Кого-то, видно мой стол? Нет, не видно почему-то. Нет. Смотри, не слышно? Слышно? Слышно. Так, я прошу прощения, хром не всегда все выдерживает, все наши действия. сейчас я покажу табличку, все, ее должно быть видно. Примерно так она выглядит. Это табличка на детей именно. Изображение нет. Напишите, пожалуйста, есть, есть изображение. Планировать больше. Просят на час, у меня никогда не получается. Просто дело в том, что когда вопросов нет никаких, тогда мы закрываемся и уходим. А когда собеседники крайне интересные, то хочется все показать и рассказать. Вот смотрите, я ставлю какие-то оценки, вот они тут есть у меня, вот кто-то тут с нулями даже, нули очень сильно съедают. Вот, и считается общий балл, считается средний балл за учебу, за поведение, средний балл за тесты и за проекты. То есть вы всегда найдете, за что ребенка каждого похвалить, вот, ну, с такой системой. Вот, и можете всегда показать, что где-то что-то было сделано не так. Вот, и здесь можете еще комментарии написать, что было в домашнем задании так, не так, и не держать это все в голове, понимаете, да? Вот, так, это по поводу того, где я делаю. Сейчас я уберу рабочий стол, чтобы он не отнимал ресурсы. Так, дальше. Ну, в мультитран, посмотрите, даже в ФГОСе там написали уже, прямо, прямо написали, пожалуйста, не пользуйтесь мультитраном, там качество перевода совершенное. Эбилингва хотя бы возьмите, переводной, если. Переводной, да. Не нужно мультитран, не надо. Так, дальше, что еще вопросы? Какую литературу читают на английском? Про ридеры просили пояснить, я случайно увидела. По таблице, заполнение такой таблицы. После урока, но пока вы помните все, быстренько всем проставили оценки, я быстро ставлю это поведение, надо прям сразу после урока, да, это сделать. Поведение, ну, домашние работы там легко, понятно, у вас есть время заполнить, и комментарии оставить. Вот, а после урока поведение, активность, кто там чем-то занимался, ногти красил, ну, естественно, меняется, и могу написать быстренько маме, что, уберите лаки от девочки. Вот, или кто-то баловался, что мне еще там нужно, ну, активность, правильность, сосредоточенность, вот, за это быстренько проставляю. Саму таблицу надо сначала сделать с просчетом, вот это вот вопрос, но этому я буду учить в своих личных сетях, наверное, по инструментарию Google документов всяких разных, и тестов просчетных, это большая тема. Как и где создать, это нужно отдельно с вами собираться, мастер-класс проводить, я так просто вам на пальцах не расскажу, там формулы нужны, но я вам могу дать готовые потом, когда расскажу, без рассказа тоже не могу дать. Так, какую литературу все-таки? Возвращаемся. Берете ридеры по уровням и смотрите, это называется там либо адаптированное чтение, либо readers, просто они идут по уровням разбитые, абсолютно любые. Сейчас, кстати, доступ до 31 августа у Оксфорда открыты 143 книжки бесплатные. Хотите, посмотрите. Вот, ну, если вопросы потом просто спросите меня в сетях, я вам все расскажу, времени не хватает. Вот, можете их посмотреть, хорошие ридеры, там, с заданиями, естественно, да, подберете, какие у вас по уровням подходят, по, ну, даже не то, что по уровням, вам нужно заглянуть в книгу, посмотреть, какое время там используется, что у вас они могут, что еще не могут, какая лексика им нужна примерно, какая не нужна, например, тюрбан пригодится только в одной книжке, а во всех 150 других не пригодится вам отбирать материал. Дальше. К сожалению, не все умеют, да не хотят для себя записывать четко, понятно, читабельно в средней и старшей школе. Поэтому я, ну, то есть нужно исходить из того, что мне принципиально, чтобы вот они должны записать, и все, и это их проблема. Вот в этом ваша позиция, или моя позиция, например, такая, что я должна сделать так, чтобы они выучили это, ну, или там поняли это, или научились этим пользоваться. Пусть даже, если они имеют эту табличку в моем распечатанном виде, готовом, не переписанном вручную, от меня, но они этим активно пользуются каждый день, заглядывают там, сверяются, анализируют и так далее, тогда это полезно. А если это ради того, чтобы они красиво просто записали принципиально, то в этом, конечно, ценности нет. Вот. Если нужно сделать какой-то анализ материала и записать это в табличку, тогда да, тогда принципиально, чтобы они делали это сами. Так, какая система баллов я сказала? Бояться, Елена, не вас, бояться, например, слушать. Я уже говорила, что нужно тогда работать с аудированием, чтобы оно для них просто, видимо, где-то не посильно, и они начинают терять нить после какого-то определенной минуты, например, да, нужно учить аудирование. Но это отдельный курс по тому, как учить аудирование. Приходят ли ученики проверяющие? Так, приходят на уроки проверяющие, делают выводы, что на уроке понебратские отношения. они могут думать все, что угодно. Лучше вас класс не знает никто, любовь. Вот, если вы считаете, то есть вы прислушивайтесь, не то, что там они проверяющие, неправильно, обязательно вам хотят злобное что-то сказать, нет, прислушайтесь к ним, но делайте выводы свои всегда. То есть я всегда рекомендую, ну, вы же лучше всех знаете, что у вас в классе творится, как вы выстраивали отношения, как они изначально там были, может, они друг друга ненавидели, и уже то, что они друг друга не бьют по голове тапками, это уже хорошо на уроке, понимаете? Ну, здесь же нужно оценивать, так? Поэтому смотрите, слушайте, прислушивайтесь, но не воспринимайте это близко к сердцу, так скажем. Если вы знаете, что это был лучший, скажем, перформанс на этом уроке у этих учеников, то значит, так оно и есть. А не сдуется ли, если закомплексованный? Ольга спрашивает на слайде 16, который я уже закрыла. Так, слайд, а на этом же слайде. Оль, можете написать конкретно еще раз, в чем вопрос? Так, правильно ли я понимаю, что описанные вами опросники можно найти в интернете? В интернете вы, скорее всего, найдете сил, первый, его, по-моему, легко найти, а вот второй я копала долго, поэтому можно у меня попросить. Так, таблица для учеников на курсах в школе. Таблицу можете делать, ну, как вам удобно, если вы в школе, в школе можно вертикальную сделать, потому что учеников много, ну, то есть не по горизонтали, как я их расположила, а меньше критериев сделать, там, даты, но немножко другую разлинувку, горизонтальную, скорее всего, и меньше критериев мерить. Ну, самое критичное, что вам нужно, поведение, концентрацию, наверное, да, что-то такое, успеваемость. Это у меня таблица для учеников у меня здесь, в группе 6 человек. Так, Жил Дис, мне нужно, для того, чтобы получить таблицы, это я буду раздавать уже не в сетях SkyTiche, а у себя внутри, вот в тех сетях, где вот вам отправили ссылки, вы там, нужно будет под постом поставить комментарий, что вам нужно конкретно, я вам это пришлю. Кажется, я на все вопросы ответила, кроме вопросов Ольги Саваровской, вот, но мне нужны пояснения. Так, вот, Ольга, ты просто засомневалась, что тот, кого не похвалили за выполненную работу, и поставили в пример, вдруг решит, что он сделает лучше, решит, решит, что он сделает лучше. Вы знаете, мотивация, она абсолютно разная. Один человек будет, у меня там девочка одна плакала, что она не дорисовала цветочек, или каким-то не таким цветом, пятый класс причем, да, и она пошла переделывать, у нее все было прекрасно, идеально, но она пошла еще переделать, ну, прекрасно, тоже хорошо. Коллеги, если вопросов больше нет, спасибо вам большое, коллеги, за обратную связь, приходите в сети, там еще пообщаемся, пишите, пожалуйста, комментарии, мне всегда очень интересно почитать, что пишут, чем интересуются, полезно, не полезно, на какой платформе предлагаю работать, будет карантин, коллеги, будет, знаете, с конца сентября, где, я работаю в зуме, инструментарий по зуму, также у меня в сетях есть прям подробные именно фишки для учителя, чтобы у вас не было хаоса ни в коем случае, чтобы все инструменты вам помогали, а не мешали, там они бесплатные, материалы можете посмотреть, видеоролики, зуме, потому что там есть функции, которых нет в других платформах, вот, да, она стоит какие-то денежки, но пока альтернатива другой, я не нашла, там везде что-то урезанное, то, что мне нужно, именно, чтобы они работали в парах, чтобы я контролировала инструменты, чтобы я контролировала звук, вход и так далее, это зум, пока только зум, скайп пытается наладить какие-то функции, тоже очень близкие к зуму, но пока их нет, когда будут, тогда расскажу, вот, ну, естественно, как вы используете доску, как вы используете какие-то другие ресурсы, такие, как мы сегодня на Менте, например, делали, там контрольные можно делать, проверку лексики, понимания, еще чего-то, игры я рассказывала у себя в сетях тоже, с помощью каких инструментов, там их много, вот, приходите. прогресс мини, не использовала, не смотрела, посмотрю. Веб-рум, ну, знаете, вот, просто дело в том, что все эти сервисы, остальные, которые есть, их надо испытывать очень хорошо, задержки звука, плохой вход, там, не у всех получается, с разных девайсов, но с зума, по крайней мере, у меня все на уроке, точно. В сетях моих про зум можно почитать, посмотреть видео, три сети, которые вам уже скидывали, инстаграм, вк и фейсбук, вот, там у меня в этой группе выложены ролики, как работать с зумом, было, потому что все плохо весной, мы решили их записать с коллегой. Breakrooms нет, у нас все хорошо, да, про зум можно вот еще и в блоге почитать, у меня просто видеоролики именно по тем функциям, которые учителю нужны, и мы показываем прям с, с экраном, как делать. Хорошо, если больше вопросов нет, жду вашего отклика в сетях, и не в сетях, и везде, в комментариях, пожалуйста, приходите, спрашивайте, отвечаем. Все, коллеги, спасибо вам большое за то, что сегодня пришли, буду ждать вас на следующие вебинары, до встречи, до свидания.